Друзья, многих сейчас волнует, что происходит на рынке исламского финансирования, каков статус законопроекта, когда начнется эксперимент. Вопросы, связанные с экспериментом, как раз на днях обсуждались на Международном Петербургском юридическом форуме. Была организована отдельная сессия, посвященная перспективам эксперимента, что, собственно говоря, участники ждут от него. На текущий момент, в момент, когда записывается это видео, законопроект находится на стадии подготовки ко второму чтению. Вопросы, которые обсуждались и после вынесения его на первое обсуждение, и после принятия, и вот в ходе сейчас, в текущем моменте подготовки ко второму чтению, они охватывают целый ряд достаточно важных вопросов, как для регулятора, так и для участников, как для регионов, которые участвуют в эксперименте, так и для потенциальных потребителей этих услуг. И, собственно говоря, на сессии на Петербургском юридическом форуме мы также обсуждали ряд этих вопросов. Что, собственно говоря, волнует рынок и что является некими камнями преткновения? Первое, конечно же, это капитал, размер капитала. Но здесь вроде как бы уже та цифра, которая внесена в текущую версию законопроекта, она вряд ли будет меняться. Это 10 миллионов рублей на стадии внедрения эксперимента, на стадии старта эксперимента. И через год минимум 15 миллионов рублей. Здесь можно, конечно, говорить о том, что, может быть, какие-то небольшие участники исламского финансового рынка не смогут осилить эту планку. Но в то же время нужно понимать, что финансовый рынок – это сфера, где необходимо подходить достаточно серьезно, необходимо иметь определенную обеспеченность капиталом для того, чтобы, опять же, минимизировать риски недобросовестности, риски мошенничества со стороны регулятора. Это прежде всего то, на что делается акцент, поскольку когда какой-либо рынок развивается, для него внедряется регулирование, необходимо обеспечить защиту потенциальным клиентам, инвесторам, чтобы не было фирм, которые… или минимизировать количество таких фирм, которые вроде как бы захотели, создались и не смогли осилить, ввиду того, что не смогли покрывать какие-то текущие операционные расходы, не хватило профессионализма и так далее. И в этом смысле минимальный размер капитала служит неким таким отсевом для вот таких вот игроков, которые могут недолго просуществовать. Но прежде чем говорить о сложных моментах, давайте сначала перечислим то, что уже закреплено в законопроекте и в отношении чего нет, скажем так, существенных разногласий. Во-первых, закреплен перечень организаций, которые могут принимать участие в эксперименте, то есть которые могут выходить на рынок потенциальных партнерских исламских финансов и оказывать соответствующие услуги. Это достаточно широкий перечень, в этом плюс эксперимента, то есть то, что он позволяет заходить самым разным игрокам, это и банки, и микрофинансовые компании, и не кредитные организации, в том числе учтен перечень тех организаций, которые сегодня работают на российском рынке, для того, чтобы и для них дать возможность зайти в эксперимент, получить официальный статус определенной организации, работающей на финансовом рынке, и получить те преференции, которые предлагает законопроект. Затем имеется закрепленный перечень операций, и что немаловажно для участников текущего рынка, это возможность привлечения средств доверительного управления, поскольку сегодня для многих организаций привлечение по принципам ударов, оно или затруднено, или ограничено, или приходится применять, скажем так, не совсем стандартные и понятные конструкции для российского рынка. В этом смысле, конечно, это новая возможность, которая для участников рынка важна. Другое дело, что необходимо будет отработать эти механизмы, на то он и эксперимент, но это безусловный плюс. И во-вторых, это заемные операции, то есть беспроцентные заемные операции, целый перечень операций по финансированию, начиная от торгового финансирования, заканчивая партнерским финансированием. Третий момент – это закрепленный перечень регионов. На текущий момент их четыре в законопроекте. Это Чечня, Дагестан, Башкортостан и Татарстан. При этом возможно расширение перечня регионов по решению экспертного совета при правительстве Российской Федерации, который будет формироваться в рамках эксперимента. И фактически за которым будет закрепляться определенный функционал, необходимый для эффективного течения эксперимента. Что еще определен в эксперименте? То, что реестр будет вестись с Банком России, он же определяет требования к отчетности, также требования по бухгалтерскому учету в отношении некредитных организаций, которые неподотчетны Банку России, будут установлены в Министерстве финансов. Продолжим в отношении сложных аспектов. Это, безусловно, НДС. На текущий момент пока финального решения в отношении освобождения от наценки в торговых операциях, финансирования от НДС пока не прозвучало. То есть эта позиция должна быть озвучена Минфином. И, соответственно, рынок в ожидании находится вот этой позиции. Естественно, он ожидает о том, что... НДС по вот этой наценке будет отменено для участников рынка, поскольку наличие этого налога удорожает стоимость финансирования по сравнению с традиционным банковским финансированием. Еще один аспект, на который надеются участники рынка, это применение институтов господдержки для участников получателя финансирования, в частности, применение институтов материнского капитала и них инструментов господдержки. Но вот на текущий момент, пока новая норма, внедренная в законопроект о втором учтении, на текущий момент это применение норм материнского капитала, а также применение институтов господдержки, но только в отношении финансирования, которое оказывается кредитными организациями. То есть для остальных участников рынка это, конечно же, закрывает возможность получения льготного... представление льготного финансирования. Но аргумент здесь, скорее всего, в том, что именно кредитная организация является ключевым оператором предоставления таких льготных кредитов, и, соответственно, скорее всего, регулятор и федеральные органы государственной власти не готовы на данном этапе предоставлять, расширять перечень операторов до других участников рынка. Пока, конечно, рано судить о том, сколько из текущих участников рынка будут участвовать в эксперименте, но регуляторы и участники всего этого законотворческого процесса естественно надеются на то, что это будет максимально широкое вовлечение, поскольку именно такая ситуация позволит получить обратную связь от рынка и максимально эффективно и в период эксперимента, и по итогам эксперимента разработать регулирование для этого рынка так, чтобы он развивался эффективно. И сегодня это действительно важный момент для не только вот этого узкого сегмента и для ниши, связанной с мусульманами, но и в целом для российской экономики, поскольку это позволит показать и реализовать на практике новую суть, скажем так, экономических отношений, партнерских отношений, предоставить субъектам экономической деятельности, прежде всего малому и микробизнесу, более широкую возможность получения финансирования и, самое главное, альтернативу кредитному процентному финансированию, то, что для многих является или рассматривается и воспринимается как-либо как запрещенное по религиозным принципам, либо неприемлемое по этическим соображениям. Совсем скоро состоится ежегодный Казан-саммит, там также будут обсуждаться вопросы исламского и партнерского финансирования, эксперимента, также будут интересные и насыщенные сессии. Я думаю, что участники смогут сделать дальнейшие выводы и сделать дальнейшие шаги для эффективности эксперимента. Все очень ждут внесения уже и принятия законопроекта во втором и третьем чтении, так что, может, действительно, как это запланировано сейчас, во второй половине 2023 года был запущен эксперимент, и мы смогли уже, скажем так, двигаться дальше и планировать следующие действия. Со стороны, в том числе, Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию, мы, как тоже участник этого процесса, участник рабочей группы по партнерским финансам Банки России, в этом, безусловно, заинтересованы, заинтересованы в том, чтобы способствовать созданию и реализации новых интересных финансо-экономических решений. Восприятие законопроекта среди экспертного сообщества, среди участников рынка, оно происходит по-разному, но я думаю, что все сходятся во мнении, что лучше иметь какое-то начало, чем не иметь вообще никакого правового поля, и в этом смысле я поддерживаю ту точку зрения, что необходимо войти вот в эту новую сферу, да, всем вместе, регуляторам, и банкам, и текущим участникам рынка, и не останавливаться здесь, не ждать, что кто-то будет все готовить, да, за всех, то есть такого невозможно, все это возможно делать только совместно, в этом смысле это эксперимент, и здесь важна обратная связь от каждого, то есть, наверное, некорректно и неправильно думать, что вот регулятор, он знает все нюансы, все проблемы каждого участника, пока участник об этом не донесет, лучше вписанном виде, лучше, может быть, неоднократно, и с какой-то периодичностью, да, процесс двигаться не будет, потому что там никто не читает мысли друг друга, и никто не способен объять всю информацию, даже что-то сказанное на каком-то форуме, или на сессии, или написанное на сайте, или в соцсетях, это не значит, что это будет увидено, услышанно, воспринято и так далее, то есть все необходимо доносить до тех людей, которые действительно имеют полномочия принимать решения, способны воспринять эту проблематику, да, при необходимости через экспертную ассоциацию, и как бы это нужно воспринимать как необходимый этап развития, да, здесь всем необходимо как бы объединиться в своих усилиях, в своих целях.